Сокровища Пабло Эскобара В мае 1840 года группа английских рабочих занималась ремонтом набережной на южном берегу в излучине реки Риббл недалеко от города Престон. Один из рабочих случайно копнул чуть глубже, чем было нужно, и увидел перед собой серебро. Поняв, что, возможно, он откопал сокровища, рабочий позвал полицейских. Полиция быстро прибыла на место и успела конфисковать практически весь клад, прежде чем рабочие его разграбили. Некоторые рабочие даже устроили драку между собой за ценные предметы. В итоге их удалось успокоить. Клад забрали, а рабочим выдали по монетке на пиво. В последствии исследователи изучили клад и установили, что он состоит из более чем 8600 артефактов, среди которых были серебряные монеты, ювелирные изделия и украшения. Считается, что клад, получивший название Куэрдельский, был закопан между 903 и 910 годами нашей эры, вскоре после того, как викинги были изгнаны из Дублина. По мнению ряда ученых, клад мог принадлежать одному из викингов. В 1840 году Куэрдельский клад отправили в Британский музей. На данный момент эта невероятная находка считается самым большим из когда-либо найденных кладов на Британских островах. Номер 2. Сокровище Билетунга В девятом веке нашей эры корабль Бату Хитам, который плыл из Африки в Китай, затонул у острова Билетунг, который сейчас принадлежит Индонезии. Долгое время о судьбе корабля ничего не было известно, пока в 1998 году на него не наткнулись рыбаки. Они нашли обломки судна в проливе Геллоса на глубине 16 метров. Впоследствии местная индонезийская компания получила лицензию на проведение погружения в этом месте. В итоге на дне были найдены невероятные сокровища и ценные предметы. Дорогие миски из китайской провинции Чжэцян, самые ранние из известных синих и белых блюд, 60 тысяч банок для хранения, самый большой из когда-либо найденных золотых кубков династии Тан, чаши из персии, золотые блюда и много других ценных артефактов. Общая стоимость найденного клада с корабля Бату Хитам оценивается в 90 миллионов долларов. Невероятно, не так ли? Номер 3. Клад Пабло Эскобара Пабло Эскобар – это самый известный наркобарон в истории. Он сумел сколотить огромную империю на торговле с запрещенными веществами в промышленных масштабах. На пике его состояние оценивалось в 25-30 миллиардов долларов. Очевидно, Эскобар не мог держать все деньги в одном месте, поэтому на протяжении всей своей преступной карьеры он делал множество заначек в разных местах Колумбии. Одна из таких заначек была найдена несколько лет назад колумбийским фермером по имени Хосе Мариена Картолос. Хосе возделывал свой участок и вдруг наткнулся на синюю пластиковую бочку, доверху набитую долларовыми купюрами, которые были упакованы в полиэтиленовые пакеты. Общая сумма найденного составила 600 миллионов долларов. Как выяснилось позже, эти деньги принадлежали тому самому Эскобару. Безусловно, это огромные деньги, которых хватит для того, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и нескольким поколениям вперед. Но правительство Колумбии конфисковало все 600 миллионов долларов, не оставив Хосе ни доллара. Члены правительства заявили, что конфискованные деньги будут потрачены на программу социально-экономического развития страны. Номер 4. Находка в стене Несколько лет назад американец Джефф Бидельман из Пенсильвании, владеющий антикварным магазином, отправился оценивать мебель в дом, который пустовал уже на протяжении многих десятилетий. Согласно другой версии, он помогал семье делать уборку в доме после кончины владельцев, которые не жили в нем уже около 20 лет. В любом случае, это не столь важно. Когда Джефф ходил по дому, он обнаружил странную трещину в одной из стен. Джефф решил немного ее расширить, посмотреть, что за ней скрывается, и когда он пробил стену в нужном месте, из нее буквально посыпались монеты. Из стены упали и были извлечены сотни монет, некоторые из которых были пущены в обращение еще в конце 18 века. В целом они датировались 18 и 19 векам. В другой комнате Джефф нашел еще одну груду старых монет. Общая стоимость этого своеобразного клада была оценена в 200 тысяч долларов. Особо ценные монеты Джефф выставил на аукцион вскоре после своего случайного открытия. Номер 5. Редкие бейсбольные карточки В 2011 году американец Карл Киснер решил прибраться у себя на чердаке и случайно обнаружил одну из самых грандиозных и величайших находок в истории спорта. На чердаке своего фамильного дома он нашел около 700 редчайших бейсбольных карточек, которые пылились в коробке под кучей мусора. На карточках были изображены бейсболисты самых разных команд 19 и 20 века. Именно за такими редкими карточками гоняются многие коллекционеры в США, поэтому, можно сказать, Карл обнаружил у себя на чердаке настоящий клад. Как же карточки там оказались? Согласно семейной легенде, их давали в придачу карамели, которую любил покупать дед Киснера. Всю серию карточек выпустили еще до Первой мировой войны. Она была посвящена выдающимся игрокам, включенным в бейсбольный зал славы. Вся найденная коллекция была оценена в 3 миллиона долларов. Часть карточек Карл продал, а часть решил поровну разделить между всеми наследниками своего деда. Номер 6. Стаффордширский клад В 2009 году археолог-любитель Терри Герберт из английского графства Стаффордшир попросил разрешения у своего знакомого фермера Фреда Джонсона поискать ценные предметы на его поле с помощью металлоискателя. Фред дал разрешение, и всего через несколько дней Терри наткнулся на огромный 5-килограммовый клад, включавший в себя тысячи разных артефактов. На поле приехали археологи и историки, которые приняли изучать и оценивать находку. Они установили, что большинство ценных предметов датировались 17 веком нашей эры и принадлежали военным командирам и английским лордам. Преимущественно этот клад, который впоследствии назвали Стаффордширским, состоял из обломков мечей, шлемов, а также изделия из драгоценных металлов. Первоначально стоимость клада была оценена в 3,3 миллиона фунтов стерлингов. Впоследствии один из местных музеев выкупил сокровища за 5,3 миллиона долларов. Деньги были разделены поровну между Терри и Фредом, а сама находка стала самым крупным англо-саксонским кладом в истории. Номер 7. Сокровища Теотиуакана Теотиуакан – это древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индийский город до Колумбовой Америки, входивший в шестерку самых крупных городов мира. Некогда он был одним из важнейших региональных центров народа майя, представители которого, как известно, питали страсть к сокровищам. Поэтому неудивительно, что одно из таких сокровищ было обнаружено именно здесь. В 2003 году археологи из Национального института антропологии и истории случайно обнаружили в городе запечатанный подземный тоннель. Распечатав его, они обнаружили внутри огромное количество артефактов, среди которых были гончарные изделия, статуэтки, хрустальные шарики в виде глаз, ножи с лезвиями из обсидиана, кости ягуара и многое другое. Всего в тоннеле, который был запечатан в третьем веке нашей эры, было обнаружено около 75 тысяч артефактов. В настоящее время большая часть реставрированных находок хранится в музее Де Янга в Сан-Франциско. Номер 8. Декларация независимости США Декларация независимости США – это один из самых важных документов в американской истории. Именно этот документ положил начало независимости Америки и фактически дал начало великой стране. Согласитесь, было бы странно найти копию этого важного документа в каком-нибудь необычном месте, например, на Блошином рынке. Но в прошлом веке произошло именно это. Тогда некий мужчина, прогуливаясь по Блошиному рынку в Пенсильвании, наткнулся на картину с изображением природы и деревни. Она ему приглянулась, и он купил ее всего за 4 доллара. Если точнее, приглянулась ему не картина, а рамка, которую он хотел использовать в своих целях. Когда мужчина пришел домой и начал доставать картину из рамки, рамка сломалась, и внутри нее он увидел какой-то старый смятый документ. По совету своего друга, мужчина обратился к эксперту, который сказал, что этим документом является оригинальная копия Декларации независимости США. Всего в мире существует чуть больше 20 таких копий, и как удивительно, что одна из них оказалась в обычной картинной рамке. По итогу, мужчина принял верное решение и выставил найденную копию на аукцион, где та ушла с молотка за 2,4 миллиона долларов. Неплохая выгода с 4 долларов, не так ли? Номер 9. Неожиданная находка В 2014 году одна семейная пара из Калифорнии, пожелавшая остаться анонимной, выгуливала собаку в окрестностях своего дома, когда внезапно заметила торчащую из-под земли ржавую банку. Ради любопытства, супруги решили откопать банку и отнести ее домой, чтобы получше ее рассмотреть. Придя домой, они обнаружили, что в банке лежали промокшие от воды газеты, под которыми находилась еще одна банка поменьше. В ней-то и находился один из самых дорогих и необычных кладов за всю историю Америки. В маленькой банке супруги нашли огромное множество старинных золотых монет США номиналом в 5, 10 и 20 долларов. Самыми ценными монеты из всей находки были монеты под названием «Двойной орел», которые считаются одними из самых дорогих в мире. Впоследствии супруги отнесли находку на анализ эксперту, который установил, что все монеты в банке датировались периодом с 1847 по 1894 годы. Всего в банке лежало несколько сотен монет, общей номинальной стоимостью в 28 тысяч долларов. Но учитывая тот факт, что они были очень редкими и старинными, супругам удалось получить за них огромную сумму денег. Они выставили монеты на аукцион, где те ушли с молотка за 10 миллионов долларов. После заключения сделки и выплаты налогов анонимные супруги стали миллионерами. Номер 10. Клад у подножья Храмовой горы В 2013 году во время летних раскопок у подножья Храмовой горы в Иерусалиме группа археологов из Европейского университета под руководством доктора Эйлат Мазар обнаружила необычный клад. Он включал в себя 36 золотых монет, золотые и серебряные украшения, а также золотой медальон с изображением миноры – золотого подсвечника. Клад был обнаружен всего через пять дней с начала раскопок в древнем Иерусалимском квартале Офель. Несмотря на то, что Эйлат Мазар является специалистом в области археологии, такая находка стала сюрпризом даже для нее. По ее словам, данный клад представляет собой беспрецедентное открытие, которое случается раз в жизни. После окончания раскопок археологи провели исследование и установили, что найденный у подножья Храмовой горы клад относится к поздневизантийскому периоду. Приняв во внимание датировку находок и их состояние, Мазар предположила, что монеты были потеряны во время завоевания Иерусалима персами в 614 году нашей эры. Мазар также выдвинула теорию о том, что клад мог представлять собой своеобразный залог на строительство новой синагоги у Храмовой горы. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!